Телекомпания НТВ представляет К трехсотлетию основания Российской империи К трехсотлетию основания Санкт-Петербурга В декабре 1837 года в зимнем более суток бушует пожар Огонь оставляет от главного дворца империи лишь обгорелые стены Восстанавливая к точной копии былого не стремятся Эпоха Николая I утверждает национальное искусство Со своими жанрами и стилями, не обязательно совпадающими с международными форматами Впервые русский декор Малахит прежде считали драгоценным камнем Но как раз в 30-е годы близ уральских заводов Анатолия Демидова Находят колоссальнейшие запасы лучистого малахита И у хозяйки Медной горы, царицы-малахитницы На эту царскую гостиную берут две с лишним тонны ювелирного камня Во сколько богатств у земли русской Субтитры создавал DimaTorzok Николай последний император Одна натура которого определяла эпоху в жизни страны Николаевская Россия На самый привилегированный слой государь все еще воздействует лично Весь петербургский высший свет тогда Это 500-600 семей, фамилий Столько сегодня у общительного человека записано в телефонной книжке Владимир Набоков Во времена Пушкина все знали друг друга И император Николай Павлович Не упускал ни одной подробности из жизни своих подданных Точно это была группа школьников А он бдительным и важным директором школы Николай создает власть быстрого реагирования Главный исполнитель монаршей воли Собственное его императорского величества канцелярия А в ней главное знаменитое третье отделение Жандармерия, высшая полиция Где теперь питерский суд Размещался центральный аппарат третьего отделения Оно занимается, кажется, всеми проблемами сколь-либо политического свойства Крестьянский вопрос и театральный репертуар Надзор за иностранцами и ловля фальшивомонетчиков И в целом осуществляет, как тогда говорили Контроль за направлением умов Разведка и контрразведка внутри государства И даже внутри голов граждан Шеф третьего отделения Он и председатель КГБ И секретарь ЦК по идеологии Прилежный и пережливый Без выдающихся способностей И крайне своевольный Николай царствует с прямолинейностью Бюрократического силовика Лучшими администраторами считаются Генералы Они и министры, и губернаторы Внук, сын и муж немки Николай высоко ценит педантизм И многие его соратники немцы Адлерберг, Бенкендорф, Клейн-Михель, Дубельт Николаю приписывают фразу Русские дворяне служат своему отечеству Немецкие нам Шеф жандармов, генерал Бенкендорф Прошлое России удивительно Настоящее более чем великолепно Будущее выше всего Что может себе представить воображение Власть впервые утверждает Государственную идеологию Показывает, как нужно Родину любить Патриотическая триада Патриотическая триада означает взаимосвязь духа, власти и единства царя с народом Гражданской молитвой объявлен наконец-то сочиненный российский гимн До этого пользовались английским Боже, храни короля с русским текстом Жуковского Первая строчка повторена буквально Вторую и третью еще в юности переложил Пушкин Потом опять Жуковский не отходя от первоисточника Оригинальную музыку в 1833 году пишет Алексей Львов Свитский офицер, ранее адъютант Пенкендорфа он сочинял фьески для царского домашнего оркестра Государыня играл на фортепиано а сам Николай на трубе но на слух нот он не знал Алексей Львов Я чувствовал надобность написать гимн годный для церкви годный для войска годный для народа Мелодия в ре-миноре у Львова получилась куцеватая и сохраняя прежний смысл Жуковский сокращает стихи он первый русский автор двух текстов гимна пушкинские строчки про царствую на славу сохранились госприемка проходит напротив Зимнего дворца в зале императорской капеллы Николая и членов царской семьи ждут Львов хор певчих сто человек и два военных оркестра как это потом будет называться премьера песни музыка Львова слова Жуковского при участии Пушкина государственный гимн российской империи исполняется впервые исполняют и инструментально и акапелла всего четыре раза после чего потрясенный со слезами на глазах Николай подходит к Львову говорит это великолепно и впредь гимн часто будут исполнять по нескольку раз подряд он короткий может самый короткий в мире 16 тактов 6 строчек Боже царя храни сильный державный царствуй на славу на славу нам царствуй на страх врагам царь православный Боже царя царя храни Боже царя храни сильный державный царствуй на славу на славу нам державное самомнение исключает частное сомнение Петр Чаодаев философическое письмо мы ничего не дали миру ничему не научили его мы продолжаем жить лишь для того чтобы послужить каким-то важным уроком для последующих поколений за публикацию философического письма журнал телескоп закрыт а сам Чаодаев официально объявлен сумасшедшим так начинается применение психиатрии против инакомыслия государственная идеологическая монополия не допускает колебаний влево и вправо от генеральной линии даже среди патриотов с 40-х годов 19 века и по сию пору не решен русский вопрос одни в тогдашней терминологии славянофилы отстаивают свой особый путь России к счастью другие западники выступают за общую дорогу с Европой раскол среди русских либералов произошел в достинной известной литературной семьи Аксаковых славянофилы пошли преподать к истокам народимой сторонке а западники перенимать прогресс на стороне дойдя потом до революционности Герцена после исторического спора Герцен проходил по улице а его увидел проезжавший в санях Константин Аксаков остановился, вылез из саней обнял, расцеловал, на прощание ну в самом деле не могли же они оставаться добрыми, знакомыми после такого принципиального идейного размежевания власть не признает право на дискуссию конечно западники еще опаснее но и к славянофилам отношение неприязненное дважды императорским указом славянофилов заставляют взбривать их мужицкие бороды усматривая крамолу в этом символе верности традициям в том числе вылез из саней КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА Кавказ остаётся непокорённым, и по-прежнему нет даже мирной дороги из метрополии в Кифлиск, столицу российского наместничества. Кифлиск был в числе первых городов империи, поставивших памятник Пушкину ещё в 19 веке. Вообще, самые точные, самые проницательные русские суждения о Кавказе и Кавказах принадлежат Перу наших главных классиков. Империя ведёт туземную войну не в заморской колонии, а у собственной границы и даже внутри себя. Русский автор не может, подобно английскому, меланхолично замечать, что, мол, Востоку с Западом не сойтись. Приходится сходиться. На Кавказе война двух миров. Пушкин о нравах горцев. Кинжал и шашка – суть члена их тела. У них убийство – простое телодвижение. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружьё его слишком долго было заряжено. Близ города Мцхета, древней столицы Грузии, здесь грузины приняли христианство, монастырь Дживарик. А внизу под горой – слияние двух рек – Арагвы и Куры. У Лермонтова в начале полном цире картинка с натуры. Там, где сливаясь и шумят, обнявшись словно две сестры струи Арагвы и Куры, был монастырь. Поручик Михаил Лермонтов успел послужить на всём Кавказском фронте – от Черноморской Тамани до Каспия. Способный художник, он оставил много пейзажей, а на автопортрете изобразил себя в Бурке и Черкеске. В русской армии каста кавказцев. Те, кто подолгу служат здесь, перенимают местные обычаи и одежду. Носят и папаху при мундире, и фуражку при черкеске, а бурки носят все – и поверх мундиров, и поверх черкесок. Так, отчасти от того, что так на Кавказе удобнее, а ещё для того, чтобы отличаться от остальной армии. Они – самая боевая её часть. Они – кавказцы. Так потом будут афганцы. Война с Персией, потом с Турцией, отвлекает русских от борьбы с горцами. Наконец, внешние враги разбиты. Победитель Паскевич снова и армейский главнокомандующий, и наместник Кавказа. Пора браться за врага внутреннего. Николай I фельдмаршалу Паскевичу. Кончив одно славное дело, предстоит вам другое – усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных. Следуя от нескольких карательных экспедиций, горцы, как и прежде, уклоняются от прямых боевых действий и совершают набеги, отражать которые русские никогда не научатся. Наносить ответный удар некуда. Захватив добычу, горцы, как ни в чем не бывало, разбредаются по домам. И сколько ни выставляй блок постов, наступление сумерек грозит новой вылазкой. Ставшая народной, самая знаменитая русская колыбельная, казачья колыбельная песня Лермонтова. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, бою, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки, бою. И дальше, собственно, сказка-песенка. По камням струится терек, плещет мутный вал. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Новую священную войну с русскими Газават начинает Газимухамад. Родом из аварской знати, религиозный фанатик с военным и административным талантом. Он собирает ополчение в разных землях Дагестана. Насаждает шариат, жесткое следование законом ислама. Провозглашает себя имамом, светским и духовным повелителем. По воле Аллаха, всем горцам Дагестана и Чечни, предлагаю выступить против неверных за святое дело шариата. За священный Казават. После череды поражений Газимухамад отступает до родного села Гимры. Казават укрывается в башне на его окраине. В последнем бою уцелело лишь несколько сподвижников имама. Тело Газимухаммада, исколотое русскими штыками, опознали на следующий день. Башня, поставленная в нынешнее время, мемориал в память о гибели здесь первого имама Дагестана. Значит, вы подтверждаете, что это тело имама Казима Гаммеда? Это он! Это он! 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 Газимухаммад не был удачливым вождем, но при нем сопротивление русским окончательно превратилось в войну правоверных с неверными. Фадеев, хроникер Кавказской войны. Вся энергия старинного мусульманства, давно покинувшая расслабленный азиатский мир, сосредоточилась в Кавказских горах. Мазанку, поставленную над могилой Газимухаммада, здесь называют мавзолеем. Это же селение Гимры, родина знаменитого Шамиля, здесь бы сказали Шамиля, имама Чечни и Дагестана, который потом придет на смену Газиму Хамаду. Вот белеет обновленная плита на могиле отца Шамиля. Гимры, аул в горах аварии. Родина аж двух вождей Кавказской войны, которые десятилетиями держали в напряжении Российскую империю. Шамиль. 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 О, Аллах, сохрани его жизнь. По преданию, раненый у Гимринской башни, Шамиль остался лежать среди трупов, а ночью выбрался с поля боя. Став имамом, он создает в подконтрольных ему районах Чечни и Дагестана свое государство с наместниками, судами и налогами. В 1837 году Кавказ посещает Николай I. Император требует скорейшего наведения порядка. Тогда же Шамиль терпит первое серьезное поражение от русских. Чтобы спастись, клянется на Коране, что прекращает всякую борьбу, а уже через месяц воюет снова. Законы шариата разрешают нарушать клятву, данную неверным. Своей ставкой Шамиль избрал селение Ахульго в горном Дагестане. Ахульго считался неприступной крепостью. Здесь самый пологий склон 50 градусов на дне ущелья река. Через год после постройки Твердыни Шамиль попадает здесь в окружение. На 80-й день осады предлагает русским начать переговоры, но те, уже наученные своими предыдущими ошибками, требуют капитуляции и сдачи в заложники сына и мама. Но даже сдав своего сына Джамаладина, сам Шамиль не сдается. Русские понимают, что он тянет время, собирается с силами. Новый штурм и ценой колоссальных потерь, прежде овладев укреплением на этой еще более высокой горе, русские берут Ахульго. И снова чудо. Шамиль с остальной своей семьей и группой верных людей вырывается из окружения и уходит отсюда, через северный Дагестан в Чечню. В художественном музее в Махачкале сохранились куски панорамы взятия Ахульго. Баталист Франц Рубо создавал эту панораму наряду со своими знаменитыми Бородинская битва и оборона Севастополя. Среди них по своему статусу находился штурм Ахульго. Кавказская война не кончится и в 30-летнее царствие Николая. Литератор и философ Александр Герцен за увлечение социалистическими идеями поплатился шестью годами ссылки. Вернувшись в Москву, пишет политический роман с первым проклятым вопросом в названии «Кто виноват?» и вскоре выезжает за границу. Дом Герцена на Тверском бульваре в Москве. Герцен тут родился. И памятник знаменитому невозвращенцу. Теперь здесь литературный институт. Размеры особняка дают некоторые представления о благосостоянии семьи. В Европе Герцен делает себе имя либеральными статьями в западной прессе, которая доходит и в Россию. После французской революции 48-го года Николай приказывает всем подданным возвратиться из-за рубежа. На родину приехали 40 тысяч человек. Герцен остался на Западе, заявляя, что опасается преследований в России за свои политические убеждения. Тогда его лишают гражданства и всех прав состояния. То был московский, а это лондонский дом Герцена. Немалыми финансами Герцена на Западе ведали крупнейшие олигархи того времени братья Джеймс и Лионель Ротшильды. Время от времени дому Ротшильдов Герцен продавал и принадлежавшие ему российские кредитные билеты. Это что-то вроде нынешних ГКО. И вдруг Россия отказывается погашать дому Ротшильдов эти самые ГКО 19-го века, поскольку на капиталы Герцена наложен арест. Россия в это время хлопочет о западных займах. Транш ей выделяют с трудом, а Ротшильд грозится рассказать коллегам-финансистам, что русские способны кинуть своих кредиторов. Герцен. Через месяц или полтора Петербургской первой гильдии купец Николай Романов уплатил по высочайшему повелению Ротшильда задержанные деньги, оправдываясь неведением законов. Ротшильд предлагает вызволить и живые деньги своего клиента, беря за переводы из русских банков в Европу, вместо полупроцента пять процентов комиссионных, которые Герцен, правда, сбил до четырех. Нашлись средства на второй этап русского революционного движения. На деньги Герцена живут эмигранты всех мастей, на его гранты выходят разные печатные издания, сам Герцен выпускает сначала листовки и альманахи, а потом постоянную газету «Колокол». Всего за 10 лет вышло 245 номеров, тираж до 3000. В Европе «Колокол» продают свободно, но главный читатель в России и эти тоненькие странички, они для нелегального распространения. Наказание вплоть до каторги. Как и весь последующий там издат, этот самый первый читают отважные радикалы-умники и высшие чиновники по долгу службы, но с большим удовольствием. Диалектик Герцен первым из русских понимает вечное обновление общественного прогресса. Верует только в крестьянскую революцию, не исключает пугачевщину и мечтает об общинном социализме. На этой теперь перестроенной улочке лондонского сити располагались конторы Ротшильда. Ротшильдовский адрес Сан-Свизинз-Лейн указывает Герцен своим российским корреспондентам, потому что полиция не смеет проверять почту, адресованную крупнейшему западному инвестору российской экономики. И редактор революционного журнала «Колокол» беспрепятственно получает письма с родины. В 48-м году революция бродит по Европе. По легенде, узнав о французской революции на Балу, Николай восклицает «Господа, седлайте коней! Во Франции провозглашена республика!» Россия проводит мобилизацию и предвигает к своим западным границам 400-тысячную армию. Начинается революция в Пруссии, огромная австрийская империя полыхает со всех сторон. Николай дает австриакам займы на войну с итальянскими повстанцами, подавлено восстание в Праге, но с венграми идет настоящая война, и император Франц Иосиф умоляет Петербург о прямой военной помощи. Николай I. Австрийцы, не сладив сами, хотят теперь чужими руками жар загребать. Было бы глупо исправлять русской кровью их ошибки. Австрияки отступают, под угрозой уже сама Вена, Венгрия провозглашает независимость, она почти вся в руках восставших, и Николай решается на интервенцию. Ограниченный русский контингент, 180 тысяч солдат, под командованием самого опытного усмирителя, фельдмаршала Паскевича. Николай I Паскевичу. Не жалей каналий! Уже через три недели русские занимают город Дебрецен, где заседало правительство восставших во главе с президентом Венгерской республики Лаешем Кошутом. Памятник Кошуту на центральной площади перед кафедральным собором, в котором Венгрию объявили свободной. Здесь, в Дебрецене, восставшие провозглашают независимость Венгрии и отрешение австрийской династии Габсбургов от венгерского престола на вечные времена. Независимость продержится два месяца до прихода русских войск. По приказу фельдмаршала Паскевича в этом же соборе происходит теперь такое виртуальное возвращение на престол. Тот же самый священник служит молебен за австрийского императора и приносит покаяние. Русские действуют в Венгрии совершенно самостоятельно. Австрияки лишь должны снабжать провиантом, но подводят. И войско косит холера. Боевые потери русских меньше тысячи человек, а холера погубит 8 тысяч солдат. Великий венгерский поэт Шандор Петюфи гибнет в рядах восставших возле города Шегешвар. То ли от казачьей сабли, то ли от пики. Это последнее крупное сражение и единственное, в котором русские воюют вместе с австрияками. Поражение восставших очевидно, но сдаваться они согласны только русским. Фельдмаршал Паскевич в донесении Николаю. Венгрия, у ног вашего императорского величества. 13 сдавшихся на милость русского царя предводителей венгерского восстания выдадут австриякам. Правда, Паскевич просит при этом сохранить пленным жизнь. Правда, австрияки их все-таки казнят. Раздавленная Венгрия отныне лишена своих конституционных прав. Она превращена просто в пять провинций Австрии. И для защиты австрийских наместников в Будапеште после революции строят эту цитадель на господствующей над городом высоте. Русские вошли в Венгрию в июне 1849. А уже к октябрю здесь ни одного нашего солдата. Провели спецоперацию по восстановлению монархического порядка и ушли. А Николай обрел свое звание жандарма Европы. По-своему, очень цельная Николаевская эпоха ясно сознает свои эстетические идеалы. В почете строгая красота. Лучшим и талантливейшим поэтам эпохи признан Крылов. Его доступные басни хороши для семейного чтения, их назидательная мораль благотворно влияет на умы подрастающего поколения. Сочиняет Крылов в свободное от основной работы время. 30 лет он, спустя рукава, служит в императорской публичной библиотеке, все погожие дни проводя в оцепенении своей баснословной лени. Крылов открывает окно своей угловой комнаты, насыпает крошек, приманивая голубей. Вон, с галерей гостиного двора, те привычные залетают даже внутрь. Иван Андреевич кладет подушку на подоконник, устраивается поудобнее, курит сигару, рассматривает прохожих, заведя знакомых, залет к себе в гости. Обжора, Неряха и Засоня, проповедник трудолюбия, скромности и умеренности, он всероссийский дедушка Крылов еще при жизни. Его сборники Басин, бестселлеры-рекордсмены, разом расходятся астрономически для того времени сорокатысячные тиражи. Эти шкафы, они от основания публичной библиотеки. Оригинальное приспособление, чтобы доставать книги с верхних полок. Такая конструкция выдерживала даже Тучного Крылова. На следующий день после смерти Баснописа более тысячи человек в Петербурге получают такое траурно-подарочное издание. Крылов сам хотел отправить знакомым очередное издание своих басен, но не успел. На титульном листе срочно допечатают приношение на память об Иване Андреевиче по его желанию. Книги как бандероль заворачивают в черную бумагу и этот посмертный подарок рассылают к адресу. Николай повелевает поставить Крылову памятник. Конкурс выигрывает царский любимец барон Плод, скульптор редкой специализации, анималист, воятель животных. Из циркуляра министерства просвещения памятники всей олицетворения народной славы знамениями жизни и духовной силы населяют пространство нашего необозримого отечества. Самого Крылова Клод сработал по-крупному, простые линии без затей, зато скрупулезно лепил с натуры зверушек для пьедестала с перышками и шерстинками. Есть, что детишкам рассматривать, а в целом похоже на модный тогда большой нарядный чернильный прибор. Петр Клод был бароном бедным и негордым. Отставным поручиком резал из дерева фигурки всадников. Поделки нравились императору и игрушечнику Клодту заказали гигантских коней для нарвских триумфальных ворот. Сроду не бравший в руки гипса и глины самоучка мигом ухватил античный дух имперские формы и за шестерку коней стал профессором и академиком. Клод еще много создал таких исполинских наверший для пресс-папье. Самый живой его шедевр укротителей на Анечковом мосту, впервые реставрируемые к юбилею Петербурга. Анечкову мосту не впервой стоять с одной парой укротителей. Николай Николай эти скульптуры все время дарил. Пару в Германию, пару в Италию. Клод ничуть не обижался. Скульптор самоучка он стал еще и литейщиком самоучкой. Отливал одну скульптуру за другой. Теперь вот их чистят как живых. Кто-то Николай говорил Клод твои кони лучше чем у меня в конюшне. В русском искусстве Клод самая лошадиная фамилия. Обзывая Николая солдафоном часто прибавляют лошадей ценил больше чем людей. В этом они с Клодтом сходились. После кончины императора памятник заказали любимому скульптору покойного. Казалось бы памятник царю но и тут у Клодта лошадь важнее всадника. Искусно рассчитанное равновесие вздыбленного коня считается главной ценностью монумента. В живописи выбор Николая до сих пор разделяет большинство российских ценителей с возможностями. Николай Первый «Что бы ни написал Айвазовский будет куплено мною». 18-летним студентом Академии художеств армянин из Феодосии Иван Айвазовский написал «Этюд облаков над морем» и после не знал уже ни отдыху ни сроку. На должности живописца главного морского штаба он выполняет для Николая виды главных русских портов и главных русских морских побед. Сторонние заказы не возбраняются и как сегодня Айвазовский самый дорогой в России антиквариат, так тогда он был самым дорогим современным искусством. В искусстве лить воду с холстов Айвазовскому не будет равных. Декоративная живопись в золоченых рамах идеально вписывается в интерьеры дворцов и просто богатых домов и дело поставлено на поток. За 60 лет работы 6000 картин, то есть в среднем по 2 картины в неделю. Правда знаменитый девятый вал писал вроде целых 10 дней. Кистью и палитрой Айвазовский дослужился до действительного статского советника, что соответствует адмиралу. Это ли не триумф художника-мариниста? Архитектурный вкус Николая оказался даже еще судьбоноснее. Николаевский придворный архитектор Константин Тон смешивает монументальную классику с древнерусской самобытностью. Теперь важно не то, что мы Третий Рим, важно, что Вторая Византия. Тон проектирует для Николая новый дворец в Московском Кремле и оружейную палату, все 34 вокзала железной дороги Петербург-Москва и главное он автор Храма Христа Спасителя. Поставить в Москве собор в честь победы над Наполеоном решил еще Александр Первый. Строительство на Воробьевых горах не заладилось, почва осела и деньги разворовали. Николай сам выбирает новое место возле Кремля, где стоит Свято-Алексеевский монастырь. Пришлось его сносить. Татьяна Пасек, писательница. В Москве народ говорил, горе работникам, которые коснутся Алексеевского монастыря, и что же, в первый день при огромной толпе работник, снимая крест, сорвался и расшибся в дребезги. Колокольня Ивана Великого, тогдашняя главная городская высотка, в храме Христа Спасителя помещается целиком. Новый символ духовности, родоначальник московской гигантомании. 103 метра в высоту, по 82 метра в длину и в ширину. Николай лично утвердил этот проект Константина Тона, он лично заложил храм. Оригинальный собор строили 40 лет. Храм осветили в коронацию внука Николая Александра Третьего. Москва все еще малоэтажная и огромная махина видна на дальних подъездах к городу. Большевики снесут храм, чтобы построить здесь самое большое здание в мире, дворец Советов. Но построят самый большой в мире открытый пассейн. Потом за 5 лет будет возведен нынешний ремейк, он снова самый большой в мире православный собор. В царстве Николая при всесильном наместнике юга России графе Воронцове Крым несколько цивилизуется. Растет постоянное русское население и начинается туризм. Путешествие в Крым самый экзотический маршрут империи. Входят в моду морские купания, но курортное побережье отрезано от большой земли горным хребтом. Дорога для экипажей заканчивалась на перевале, а дальше только горные тропы. Шоссе строили 10 лет. Нынешняя трасса Симферополь южный берег Крыма она в общем повторяет дорогу проложенную Воронцовым. Теперь это самая длинная троллейбусная линия в мире. У Воронцова дорогу принимал личный император. Николай ехал с каретей запряженной четверкой лошадей, ехал рысью и остался очень доволен, поскольку ни разу ни на одном повороте коней не пришлось придерживать. Административный центр управляемого Воронцовым огромного новороссийского края Одесса, но Крымом губернатор занят более всего. Первые рейсы черноморского пароходства, разведение танкорунных овец и крымское виноградарство личная страсть графа, сочетавшего госслужбу с частным бизнесом. Тогда это допускалось. Главный винодел Крыма генерал-губернатор Воронцов, который был по слухам богаче самого царя, скупает земли на южном берегу Крыма, как вот эти возле Гурзуфа, а еще Алубка, Массандра и разбивает здесь виноградники, выписывая черенки французской, испанской и рейнской лозы. Самыми подходящими условия Крыма оказались для винограда мускатных сортов, которые для десертного вина. И каждую осень с тех пор здесь, собрав урожай, давят сок на единственное русское вино элитного качества, десертное тягучее. Самое старое вино, внесенное в книгу рекордов Гиннесса, это вино Николаевской эпохи, мускат розовый Магарач 1836 года. Чувствуя силы на новый бросок на юг, Николай собирается делить наследие больного человека. Так называет он Турцию и ее дряхлого султана. Петербург самонадеянно полагает, что Австрия и Пруссия нам всем обязаны, а Англия и Франция вступиться за Турцию не посмеют и с русским усилением тоже смиряться. Николай Первый французскому императору Наполеону Третьему. Россия в 54 году та же, какой была в 12 начало войны воодушевляет. Блистательный адмирал Нахимов в турецком порту Синоп уничтожает весь флот султана. Героев торжественно встречает Севастополь, главная черноморская база империи. Ура, Голославович! Ура! Агета спавная выше Честный Наварина! Ура! Синопский бой оказался последним сражением в многовековой истории морских войн парусных кораблей. Россия и Турция были последними державами с парусным флотом. Нахимов одержал полную победу и теперь ее день по новому стилю это 1 декабря в официальном календаре один из победных дней России. Мы громим турок на Кавказе, на Балканах доходим до Дуная, снова манит мечта стать царем всех братьев славян. Сербию и Болгарию видят, если не в составе империи, то под русским покровительством. Федор Тютчев, уж не пора перекрестясь ударить в колокол в царьграде. Грубую опрометчивость Николая дополнял редкий дипломатический бездарь граф Несельроды, в Левши Лескова граф Кисель в Роде. 40 лет министр иностранных дел, он, угождая надменному государю, довел Россию до полной международной изоляции. Давние наши партнеры, Австрия и Пруссия, заключают между собой явно антирусский союз, а Англия и Франция выступают на стороне Турции и объявляют России войну. В Черное море входит огромная вражеская эскадра, пять дней армия союзников беспрепятственно высаживается у Евпатории и далее движется на Севастополь. Вот так почти пересыхает к осени речка Альма, давшая название первому сражению Крымской войны. Русские войска стоят фронтом в эту сторону и на левом фланге генерал Кирьяков. Он обещает главнокомандующему князю Меньшикову, что его солдаты войска противника шапками закидают. Вот здесь, на этом самом месте. 8 сентября 1854 года родилось русское шапкозакидательство и жить оно будет еще долго-долго. Сам главнокомандующий Меньшиков до того уверен в победе, что приглашает севастопольцев наблюдать за ходом боя. Изумленные англичане видят нарядные горожане выехали как на пикник, раскладывают коврики, рассаживаются на близ лежащих холмах, дамы даже прихватили с собой шампанское и легкие закуски. Разгром страшный. Русские войска поспешно отступают к Севастополю. По счастью, союзники их не преследуют, иначе они бы вошли в город сразу же. Генерала Кирьякова находят где-то в лощине, он совершенно обезумел, может только повторять «Подо мной убита лошадь, подо мной убита лошадь». Следующую фазу войны назовут «Севастопольская страда». На суше русские потерпели поражение от союзников в битве при Альме. На море поражение заведомое. Парусному русскому флоту бессмысленно тягаться с огромной англо-французской армадой пароходов. С боем или без боя вражеские корабли войдут в Севастопольский порт и город тут же падет. Решились на неслыханное самим затопить собственный флот, загородив им вход в бухту. Здесь на входе в бухту встают в линию семь кораблей от Константиновской батареи на северной стороне до Александровской батареи на южной стороне. Моряки топорами рубят днища, корабли уходят на дно, из воды видны лишь верхушки их мачт. На этом месте будут еще топить корабли, усиливая этот заслон, а потом при сдаче Севастополя там, во глубине бухты, русские затопят все остальные суда, чтобы они не достались неприятелю. Потом здесь на рейде поставят памятник затонувшим кораблям, которые продолжали защищать город и после своей гибели. Что? Союзники блокируют Севастополь с суши. Спешно возводится система укреплений. Руководителю строительства, выдающемуся военному инженеру Эдуарду Татлебину тоже поставят памятник. Окружение Севастополя держит в осаде всю Российскую империю. А это крохотный фронт от Келенской Балки до Александровской Бухты. Тут всего-то семь звезд. Главная база союзников в Балаклаве. После победы при Альме союзники рассчитывают закончить кампанию ну недели за две. Севастополь продержится почти год. Из обращения адмирала Корнилова к морякам после затопления судов. Москва горела, а Русь от этого не погибла. Моряки перешли в пехоту и воюют на редкость изобретательно. Легендарный матрос Петр Кошка сумел в ночных вылазках захватить и привезти в город шесть вражеских языков пленных информаторов. Кошка, дважды предоставляют к награде, но документы оба раза теряются. Флотоводец Нахимов руководит обороной города-крепости. Сказать речь кину. Здорово, братцы! Здорово, братья! Это была остроумная придумка моряков завешивать бойницы морскими канатами, оберегаясь от пуль противника. Это место, четвертый бастион, оно осталось неизменным с тех пор, потому что, когда город восстанавливали, то городская дума разрешила застройку вот как раз до этих мест, до позиций англичан, а русские позиции застраивать запретили, чтобы сохранить память об обороне. Одновременно в Англии и России впервые в истории на войну едут женщины ухаживать за ранеными. Первая русская сестра милосердия Дарья Севастопольская, настоящая ее фамилия Михайлова. Три медицинских отряда отправляет на фронт великая княгиня Елена Павловна. Светила хирургии Николай Пирогов создает в Севастополе систему госпиталей и лично проводит пять тысяч операций, начав применение анестезии, антисептиков и гипсовых повязок. Крымская компания явила вот уж действительно широкую панораму технического отставания России. Ну, флот неприятеля пришел к нам стальной, а его встретил наш деревянный. Но на суше положение было тем же самым. В небольшой Англии протяженность железных дорог в то время в десять раз больше, чем в огромной России. Каково было оборонять Севастополь, когда артиллерия неприятеля била на пять верст, а русские пушки били на версту от силы на две. И ружья у противника были нарезные, которые били на 1200 шагов. У русских только такие тяжеленные, гладкоствольные, они били на 300 шагов. Солдаты их сами переделывали, нарезали стволы, длили конические пули, и тогда ружья били на 600 шагов, все равно вдвое уступая в дальности ружьям противника. Лесковский левша, тульский оружейник, молил перед смертью, передайте государю, англичане ружья кирпичом не чистят, в смысле они у них нарезные, не дай бог война случится. Нас не чистили, храни бог войны, они же стрелять не годятся. Катастрофически не хватает оружия и пороха, а дорог нет не только железных, но и шоссейных. Армия проделывает тысячеверстные переходы пешком, войска в Крым легче перебрасывать из Англии и Франции, чем из центральной России. Процветает бесстыжие тыловое воровство, известны размеры тогдашних откатов. Интендант получал 8% от сумм, выдаваемых военным. Зиму 54-55 годов русская армия воюет без теплого обмундирования. Сперва разворовали деньги на форму, потом деньги на доставку формы, потом часть формы пошили, она дошла до Крыма летом. За ненадобностью ее свалили в Бахчисарае, куча тут же сгнила, до того плох был материал. Об этом станет известно из мемуаров, а пока в России свирепствует военная цензура. Лондонская Таймс в то время мировой лидер новостей. Про англо-французский ультиматум России, с которого собственно началась Крымская война, Николай Первый узнал из Таймс раньше, чем по официальным каналам. Из Порта Варна в турецкой Болгарии англичане протянули телеграф до Балаклавы и крымские новости Европа узнает через день от силы через два. За 200 лет своего существования Таймс накопила огромный архив. Во время Крымской войны тираж Таймс превышает совокупный тираж всей остальной британской прессы. На войну газета командирует Уильяма Рассела. Он считается первым в мире военным корреспондентом. Вот Рассел под Севастополем «Русская шуба», некое подобие русских валенок. Поскольку Таймс пишет про трудности войны, про страдания пленных, то газету все время обвиняют в непатриотизме, в прорусской позиции и в подрыве боевого духа. Действительно, после публикации Рассела прекращается запись добровольцев. Вот одна из корреспонденций, посланная Расселом в редакцию, 1955 год, посланный через Керченскую таможню, цена 15 копеек серебром, то есть не гнушался сотрудничать даже с почтой врага. Но влияние Таймс огромно. Из-за публикации Рассела, например, приходится менять английского главнокомандующего. То есть вот с того времени становится важно сложились, например, у министров взаимоотношений с прессой или не сложились. Так в редакции Таймс во время Крымской войны в мире родилась четвертая власть. И в либеральной Англии первая власть с трудом признается журналистикой право и обязанность критиковать политику страны даже в суровую годину испытаний, когда все как один должны сплотиться вокруг. Антигосударственная позиция определенных средств массовой информации в целом и отдельных пацифистов гаденышей в частности возмущает военных и отцов нации. Королевская семья о публикациях Уильяма Рассела в Таймс. Королева Виктория. Эти постыдные нападки на армию опозорили наши газеты. Принц Альберт. Перо чернила ничтожного писаки разваливают страну. У русских на четвертом бастионе служил один артиллерийский офицер, начинающий автор из хорошей семьи, граф Лев Толстой. Он предлагал передовому журналу «Современник» регулярные корреспонденции с фронта, но редактора Николая Некрасова инициатива Стрингера не заинтересовала и свои севастопольские рассказы Толстой опубликует позже. Малахов курган господствующая высота над городом и место самых жестоких боев. Здесь земля она смешалась с пролитой кровью и такое тесто красно-бурого цвета покрывает весь Малахов курган. Адмирал Корнилов убит ядром здесь, на Малаховом кургане самый первый день обстрела города 5 октября 54-го года. 28 июня 55-го года здесь же на Малаховом кургане смертельно ранен адмирал Нахимов. А еще через два месяца неприятель идет на последний штурм. Потеряв Малахов курган русское командование решает оставить Севастополь. Крымскую войну на западе называют русской. В честь победы в ней стоят в Лондоне монументы, а Панама в экспедиционной форме английской армии и сейчас называется Балаклава. В Париже есть бульвар Севастополь и кафе Малахов, в смысле Малахов. Именем безвестной крымской речушки названа Парижская площадь Альма, а под ней туннель Альма, которым разбилась английская принцесса Диана. Победа, однако, неполная. Заняв лишь часть Крыма, союзники не смеют и думать двигаться вглубь страны, завоевывать Россию. Потери русской армии полмиллиона человек. Даже Николай признавал, вступив в войну Австрия, ей придется отдать несколько юго-западных губерний, их просто некому защищать. выезжают на смотры войск. Легендарные слова лейб-медика Манта. Государь, что вы делаете? Это хуже, чем смерть. Это самоубийство. Скоропостижная смерть вызовет слухи именно о самоубийстве. Человек твердого характера и глубоко религиозный, Николай мог искать свои кончины, но наложить на себя руки вряд ли. Царь умирал на железной походной кровати под старым военным плащом, заменявшим ему халат. Перед причастием велел надеть полковничий китель. Зная обстоятельства кончины, зимой поневоле думая, что скача во весь опор на морозе в одном мундире, Николай впрямь хочет застудиться до смерти. В советские времена говорили, что памятник Николаю Палкину не снесли, потому что это единственная в мире конная статуя на двух точках опоры. И имея в виду памятник Петру, который там дальше, все повторяли прискошку ленинградского фольклора. Дурак умного догоняет, да Исааки мешает. Готовится к эфиру одиннадцатая и двенадцатая серии «Царствие Александра Второго». Отмена крепостного права царем-освободителем, судебная реформа и впервые правовое государство. Петербург мировой мегаполис. Продажа Аляски, присоединение Средней Азии. Конец Кавказской войны и медаль за покорение Чечни и Дагестана. Бесы русской революции. Спасение братьев-славян в Балканскую войну. 15 лет охота на царя на виду всей страны и убийство 1 марта 1881-го. Российская империя на НТВ. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова